Добрый день, рад вас приветствовать в очередной раз на новом канале, если вы только что присоединились и впервые смотрите наши выпуски, в данном случае этот выпуск, рад тому, что вы присоединились к нам. Я напомню, речь идет о канале Евразийской школы менеджмента и администрирования, или бизнес-школы ЕМАС, если сокращенно, который посвящен обсуждению советам различных вопросов и проблем в сфере развития бизнеса, начиная от стратегии развития бизнеса и совершенно заканчивая прочими конкретными нюансами. Сейчас мы с вами уже сделали, да, и вы наверняка видели, а если еще не видели, можете посмотреть в выпуске, которые выложены на канал, обсуждаем вопросы признаков сильной стратегии развития бизнеса. Сейчас пришел черед поговорить о шестом признаке, пять из них мы уже обсудили детально, напомню, вы можете посмотреть их в записи. Сейчас мы обсудим шестой, и этот шестой признак звучит следующим образом. Вы стремитесь к минимальной зависимости от конкретных людей. Что это значит? Что значит, что ваша стратегия, вот когда я утверждаю, да, что ваша стратегия развития бизнеса, ваш бизнес должен быть минимально зависим от конкретных людей? Это значит буквально следующее. Если перевернуть тезис обратным образом, то можно сформулировать так. Если ваш бизнес критически зависит от конкретных людей, ничего хорошего из этого не выйдет. Почему так? Этот тезис совершенно не про отсутствие человеколюбия, не отсутствие чувства командности, не отсутствие уважения к людям, которыми вы работаете. Все ровно наоборот. Совершенно очевидным и даже не обсуждается, что хорошие, крепкие команды, это команды, в которых люди ценят и уважают друг друга, которые работают с чувством локтя. Кстати говоря, в этом смысле российская практика коллективизма, по крайней мере в рамках нашего бизнеса, куда более полезна, нежели западная практика индивидуализма. Индивидуализм в наших условиях практически не работает. Мы коллективная нация и коллективные подходы к команде куда более полезны и продуктивны в наших условиях. Но при всем при этом, уважая, сохраняя уважение к своим людям, развивая команды, давая им понять, насколько вы их цените и давая им возможность расти и самовыражаться в своих ролях в этих командах, в ваших организациях. При всем при этом вы должны строить вашу компанию в целом и в частности выстраивать стратегию развития вашего бизнеса таким образом, чтобы успех этого бизнеса минимально зависел от конкретных людей. Почему так? К этому требованию есть очень простые, но при этом часто упускаемые, забываемые пояснения. Люди, все люди, они живут своей разной жизнью. В этих жизнях у людей сходятся дороги, дороги расходятся, и ваш подчиненный, на которого вы рассчитывали сегодня, завтра в его жизни может что-то измениться. Он может захотеть уволиться, потому что у него есть какие-то другие чаяни и желания, и он имеет на это полное право. А теперь представьте себе, что вы построили свою компанию таким образом, что она зависит от присутствия в ней конкретных персоналей, конкретного Иванова Ивана Ивановича. Если вы строите бизнес таким образом, уход этого Ивана Ивановича может превратиться в катастрофу и поставить под сомнение успех вашего бизнеса или его успешного развития, сохранение ранее набранного темпа. Именно поэтому, для того, чтобы уход конкретных людей не превращался в трагедию, для того, чтобы эти люди, опять же, чувствовали себя комфортно в коллективе, зная, что они никак морально не привязаны и для них не превращается работа в вашей компании в крепостное право, вы должны делать ставку в своей стратегии не на людей, а на систему. На самом деле, это ключевой тезис стратегического менеджмента. Выиграй один из десяти грантов с выгодой до 240 тысяч рублей на элитные внедренческие программы MBA и Executive MBA в ЕМАС, одной из лучших школ бизнеса России, Центральной и Восточной Европы. Очное обучение в Москве или Нижнем Новгороде, или онлайн-обучение в любой точке мира, на русском или английском языках. Подробности на emasrussia.ru и по телефону 8 800 542 71. Знаете, на рынке существует достаточно большое количество людей, которые любят по разным конференциям выдвигать тезис примерно следующего содержания, что мы должны делать ставку на таланты. Это ошибочное утверждение, это заблуждение. Когда компания делает ставку на таланты, она автоматически становится зависимой от этих талантов. Ничего хорошего это не дает. Вместо этого в стратегическом менеджменте правильное утверждение звучит следующим образом. Мы должны делать ставку на создание эффективной системы. Система, которая не зависит от конкретных людей, которая не превращает этих людей в заложников этой компании, когда они понимают, что они не могут нормально уйти, потому что без них все рухнет. И наоборот, справедливо и обратно тоже, эта система не делает руководителя заложником этих людей. Безусловно, мы должны понимать, что еще раз повторюсь, в этой системе людям должно быть комфортно работать. Они должны ощущать собственную ценность и видеть свой реальный вклад. Но никоим образом эта система не должна создавать зависимость компании от конкретных людей. В этом смысле, когда мы говорим, что мы охотимся за талантами, безусловно, все мы, как руководители, должны быть заинтересованы в привлечении талантливых, толковых, умелых, мотивированных людей. Но при всем при этом мы должны понимать, что вот это стремление привлекать толковых, мотивированных, хороших работников, хороших людей, которые хотят вкладывать душу в развитие вашей компании, не должно превращаться и не должно быть знака равенства с созданием зависимости от этих людей. Зависимость не сулит ничего хорошего ни для руководителей, ни для самих людей. Почему, я это уже объяснил только же. Поэтому в данном случае тезис звучит так. Умный стратег разрабатывает такую стратегию развития своего бизнеса, которая не зависит от конкретных людей. Он делает ставку на создание системы. И толковые, умные, хорошие люди получают возможность в рамках этой системы себя реализовать. Чего я вам, собственно, и желаю. Думайте о системе. Это признак сильной стратегии. Это признак сильного стратега. Постоянно размышляйте о том, как создать эффективную систему. И тогда к вам начнут подтягиваться хорошие, умные, талантливые люди. Посмотрите на этот вопрос иначе. Люди, которые сильные, хорошие, талантливые, если у вас хаос, если они понимают, что у вас вечно все пропало, вряд ли они тоже будут надолго задерживаться в вашей компании. Желаю вам успеха. И давайте встретимся через неделю, когда мы выложим очередной ролик короткий про очередной признак сильной стратегии. Спасибо. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok